Приветики, отрыла свои суперовые очки, которые вообще не ношу, думаю, хоть пару видео с ними запишу. Сегодня я вам покажу новинки одежды. В общем, как вы все прекрасно знаете, на корейской косметике я помешана, особенно с проблемами, у кого там под глазами сухо или жирно, то, в общем, все будет очень подробно, докладно рассказано, потому что я подготовилась к этому ролику. У меня футболка с пчелкой. Кстати, моя первая личка с детства была пчелка. А потом уже меня называли блесточка. Мне так как и гуччи, это пчелка родней родного. Эту футболку я заказывала на сайте Time of Style. Кстати, сегодня у них проходит очень крутая акция. Вы можете найти очень много новинок, потому что сегодня у них обновление товара. Заскакивайте, смотрите. Следующий заказ также с Time of Style. Это вот такая кожаная кожезаменителя куртка. Она идет в таком стеганом виде. Здесь идет также с кожезаменителя воротник. Также такая жадка присутствует и на рукавах. В общем, она не легкая. Она довольно-таки увесистая. Она, правда, очень-очень хорошо исполнена. Не такая, знаете, как есть на рынках, продаются. Ну, может, не на рынках, а в магазинах. Что такой дешевый, дешевый кожзам. И ты его трогаешь, такое впечатление, что, не знаю, сколько там, 3 рубля-то куртка стоит. Это действительно очень приятная на ощупь. И очень-очень хорошо смотрится до ваших косточек. Я брала размер S, и она на меня даже свободненькая. То есть, ее размерная сетка полностью подходит под размеры, которые у вас. Также она очень прикольная, мне кажется, будет смотреться с платьем, с ботфордами. Единственное, что ботфорды у меня, конечно, заровские еще не разносились. Я их все ношу-ношу, никак не разношу. Но, мне кажется, вот такой лук, как вы сейчас смотрите, очень даже так интересно смотрится. Если вы любите, чтобы на вас обращали внимание, тогда одевайтесь так, как я. Мои джинсы, я их ношу уже недели 3, наверное. Здесь идет замок на попе. Единственное, что я вот здесь прошила ниточкой, чтобы он не расстегнулся. Потому что как-то стрёмно, если я буду идти, и у меня на жопе жопа разъедется, знаете. А то, что можно и больше поесть, и поправиться. Там еще разные факторы присущие в жизни. Поэтому вот эти джинсы, цвет такой хаки, очень хорошо сидят по телу. Очень высокая посадочка. Я тоже брала размер S. Они стрейчевые, довольно-таки хорошо тянутся. Книзу они зауженные. Интересно, сейчас же в моде эти все, знаете, замочки на попе, чтобы ты такой идешь, а мужик только сзади думает, вот бы ей потянуть за того замочка, чтобы у нее жопа сверху осталась. А ты такая зашила уже ту штуку, и уже он ничего не потянет. Даже если в маршрутке зацепитесь за кого-то, за чью-то сумку, то будете уверены, что пятую точку точно никто не увидит. Я обещала, показываю свою жилетку, жилеточку. Девочки часто спрашивали, где я ее заказывала. У одного продавца, но у него больше их нет. Я забрала последнюю. Я в этом году для себя выбрала ламу. Она идет в таком амбре. Она невероятно мягусенькая. Я ее буду носить под толстый пояс для того, чтобы типа было талии. И как можете заметить, она очень будет интересно смотреться. Так, знаете, мягко. Прежде ты идешь как тучка. Не знаю, я очень хотела именно ламу, потому что вот эти песец сейчас у всех. У всех просто тот песец. И даже если хотите сэкономить деньги и не брать новый песец, можете посмотреть бушный. Я вам скажу, что за один сезон бушная жилетка с песца вообще почти не выносится. То есть, если она в хорошем состоянии, можете купить ее даже в два раза дешевле. Ну, я, конечно, буду в этом году лохматая. Я подготовила информацию для того, чтобы вам подробнее рассказать, что именно я заказывала. И думаю, это реально хорошо, чтобы была какая-то подоснова того, о чем ты говоришь. Именно я сосредоточилась под глаза на кремах, которые в себе содержат ниациамид. Это специальное такое вещество, которое помогает бороться от припухлости и также высвечивает. Если раньше я постоянно мазалась автозагаром лицо, то сейчас я стараюсь пользоваться больше выбеливающими кремами, чтобы забирать пигментные пятна. Так как сказала мне косметолог, пигментных пятен в том, что если их не выбеливать, они разрастаются, то есть все темнее, больше и больше. Пигментное пятно – это защитная реакция шеи кожи на солнце. То есть нужно в наше время очень щепетильно относиться и пользоваться SPF-кремами. Начинаю снимать видео, начинают друзья званы. Если я не выхожу гулять, сегодня дождь. И вообще, я только приехала с отдыха, то я гулять вообще не хочу. До сих пор не могу в кучу собраться. У меня есть вот такой вот стик панда. Это Тони Молли. Он идет охлаждающий, я его держу в холодильнике. Его здесь немного, здесь около 5 грамм. Но его и много не надо, вы просто мажете. Он действительно хорошо охлаждает и чуть-чуть подтягивает кожу. И он в себе, конечно же, содержит неоцинамид и ледниковую воду. Симулирует выработку коллагена. Люди стареют только потому, что мы после 30-очки перестаем вырабатывать свой коллаген. И поэтому мы все сползаем до долу. То есть, типа, к полу. Поэтому нужно стараться пользоваться чем-то, чтобы там хоть чуть-чуть какая-то стимуляция была. Конечно, что все крема, они не попадают глубоко в кожу. То есть, они попадают только на верхние шары. Если вам уже нужно суперомоложение, то, конечно, это надо уже делать инъекционные процедуры. Там всякие витаминки колоть и тому подобное. Тогда да. Тогда у вас будут более-менее большие результаты. Но если начинать пользоваться всем этим пораньше, то можно чуть-чуть замедлить этот процесс. Сейчас сниму очки. И скажу, потому что у меня там в прошлом видосе... Знаете, людям никогда не можешь угодить. Я, когда не накрашенная снимаю ролики, мне пишут, что почему ты не собираешься к снятию видео, почему ты не накрашенная. Когда ты накрасишься, тебе пишут, что ты что-то сделала со своим лицом. Девочки, я ничего, кроме лифтинга 1 и 3 не делала со своим лицом. Ну и брови у меня набиты. И то, что на камере кажется, что ты очень хорошо выглядишь, это все только из-за того, что хорошо поставлен свет. То есть я нашла под окном, хорошо все видно. И, конечно же, косметика, которая сглаживает всю эту картину в общем. Поэтому не надо меня тут уже паскудить, что я тут себе уже нос сделала, нос не сделала. Если вы можете заметить, зеленопластики тут точно нет. И тем более, если бы я что-то и делала, то вы бы узнали об этом первыми. И по поводу, конечно же, еще одного ролика, что я там сказала на Юлию Грищенко, ну там обозвала ее. И мне дико честно, ну неприятно. Я просто на самом деле не знала, что этого человека больше с нами нет. И если бы я об этом узнала, я просто не очень часто слежу за ее жизнью, то, конечно бы я бы не позволила себе никогда в жизни подобного ляпнуть. Поэтому это не со зла, это от незнания. Сейчас буду читать злостка, буду же тяжко. Крем Шульвасу Радианс. Вот такая миниатюрка, здесь 15 мл, но его берешь действительно чуть-чуть, он очень хорошо разлаживается по лицу. У него такой специфический запах, как чуть-чуть звездочкой, знаете, которые натирают. То есть очень много трав. Что в него входит? Экстракт белого нефрита. Кстати, нефрит в разной дозировке может излучать инфракрасное излучение. Что такое инфракрасное излучение? Когда я ходила в спа-салон, я принимала сауну с инфракрасным излучением. То есть в сауне не было дыма, не было пара, просто висела эта красная лампа. И ты с 30 минут начинала дико потеть, потому что эти инфракрасные лучи, они очень глубоко попадают в кожу и способствуют тому, что выходят токсины с вашего организма. Поэтому это очень полезная штука. В этом креме идет всего лишь 1% инфракрасного излучения, поэтому от вашего лица загорать никто не будет. И когда его наносишь, есть такое маленькое пощипывание, оно как чуть-чуть все-таки прогревает кожу. И именно этот крем способствует снятию напряжения мышц лица. То есть он идет ночной, вы не мажетесь, этот такой интересный запах. И действительно, когда еще такой запах странноватый, ты как-то чувствуешь какое-то расслабление, как будто сейчас еще тайка придет, тебя и камнями массаж тебе сделает. Также под глазки я заказала еще S&P Birds Nest на ласточкином гнезде. Как мы уже выяснили, ласточки на гнездо, это просто они берут какую-то часть этого, перерабатывают, в общем, и все такое. В этот крем, это крем под глазки, также входит аниоцимин и коллоидное золото. Что такое коллоидное золото, сейчас я вам расскажу. Это частицы меньше микрона, они находятся в деионозированной воде. Ионизация, это получается, насколько я знаю, даже есть вот эти утюжки с ионами, оно как-то... Как оно? Короче, золото там плавает в ионовой воде, а ионовая вода полезна, потому что она снимает какое-то биополе с лица чешу. Ну, в общем, как-то так это работает. От ионизации волосы не магнитятся, то есть тоже... А, значит, оно снимает с лица магнитное поле, ну вы поняли. И именно в этом креме есть нано-золото, это соединение частиц нано-золота с разными аминокислотами. Выговорила. То есть настоящего золота там, понятно, нету. А нано-золото, это, наверное, слово нано, то есть новейшая технология, то есть искусственно сделанная, как-то, наверное, вот так. Очередные мои патчи под лицо. Патчи под глаза. И это Secret K. Я взяла с морскими водорослями, я перепробовала все патчи, которые есть. Только те, которые по тысячу гривен, я не пробовала. Они зелененькие, они приятненькие, они холодненькие, они очень хорошо влазят под глаза, и я их наношу каждое утро, и вообще чувствую себя бомбически. Правда, прям вот это мои must-have. Они у меня никогда не заканчиваются. Кстати, если у вас уже есть использованные, то есть вы сняли, они подсохли, знаете, можно их не выбрасывать, а можно их слаживать в какую-то емкость, потом залить кипяченой водой и использовать как тоник, например, личико протирать, то есть двойное действие плюс лайфхак. Вот так. Короче, люблю эти патчи вообще. Все ссылочки на корейскую косметику я вам оставлю. Единственное, что в этом магазине, где заказываю лично я, три продукта из того, что я вам показываю, закончились, но в принципе вы можете посмотреть по названиям, и возможно вы найдете. Также у меня есть такие коллагеновые, это вообще 700 гривен 30 пар. Что прокладки ежедневные? Наципыла и забула, я прям без них не могу. Они очень хорошо подтягивают. Вот так проснулась вот таким мешком, одела, и он так типа испухает. Ну, мне они реально помогают. И, конечно же, хорошо поможет, если пойти на лифтинг еще раз, куда я собираюсь в ближайшее время. А так, то в принципе все по делу. Надеюсь, вам этот видос был полезный. Я вас всех очень сильно люблю, целую. Пока!